Бум. Так французские подростки называют молодежные вечеринки. Когда режиссер Клод Пинато в 1980 году начал снимать романтическую комедию «Ла бум», вряд ли он мог представить, что творит легенду. Однако премьерный показ картины во Франции в декабре того же года произвел настоящий фурор, а в Италии кассовые сборы превысили успех ленты Стивена Спилберга «Инопланетянин». Здравствуйте! Вместе с вами программа «Саундтрек. История песни» и ее ведущий Виктор Глуценко. 17 декабря 1980 года состоялась премьера комедии французского режиссера Клода Пинато «Бум». Рассказ о переживающей первую любовь девочки и ее родителях, пытающихся сохранить свою, в год выхода побил все рекорды по посещаемости в кинотеатрах. Не только в родной Франции, но и был тепло принят в мире настолько, что к концу 1980 года это были 4 миллиона 300 тысяч посетителей во Франции и 15 миллионов в Европе. В результате было снято продолжение «Бум-2». Этот фильм дал миру одну из самых красивых и узнаваемых французских актрис – Софи Марсо. Секрет ошеломительного успеха открывался просто, как ящик. Незамысловатый и вечный сюжет о взрослении прелестной девочки, которая, как и все подростки земного шара, познает жизнь, улюбляется, разочаровывается, бунтует против родительской опеки, сбегает на вечеринки и не всегда делает уроки, был воплощен на экране без морализаторства и скучных норовоучений с легким французским юмором. «Вишенкой на торте» стал безошибочный выбор актерского состава. По требованию режиссера роль Вик Берретон должна была исполнить не профессиональная актриса, а обычная французская девчонка, в которой зрительницы без труда могли бы узнать себя. Софи Даниэль Сильви Мопю – дочь водителя-дальнобойщика и продавщицы. 14-летняя, безмерно обаятельная девушка-подросток никогда не снималась в кино, но на съемочной площадке вела себя так непосредственно и органично, что совершенно покорила режиссера. Единственным условием с его стороны было требование взять более звучный псевдоним. Так на небосклоне зажглась новая звезда по имени Софи Марсо. Съемки «Бума» проходили летом 1980 года в лицее Генриха IV в латинском квартале Парижа. Много позже, уже ставшая звездой и успевшая поработать в Голливуде, Софи Марсо вспоминала, что на съемках все относились к детям-актерам прежде всего как к детям. Здесь не было такой жесткой требовательности, какая бывает в Голливуде, где даже от детей требуют быть профессионалами. «Взрослые учили нас о зампрофессии, воспитывали, относились как к своим детям», вспоминала Софи Марсо. Она не собиралась становиться актрисой и воспринимала съемки прежде всего как возможность заработать летом и как игру. Она выросла в рабочем квартале в семье шофера и продавщицы и была далека от мира кино. В шутку или всерьез Марсо признавалась, что первый раз в кинотеатре побывала только на премьере «Бума». За музыку в этой романтической комедии, о безрассудной подростковой любви и сложностях взаимоотношений взрослых отвечал знаменитый французский композитор румынского происхождения Владимир Косма. В одной из прошлых программ я рассказывал о творчестве этого гениального композитора, написавшего музыку к таким фильмам, как «Высокий блондин в черном ботинке», «Игрушка», «Папаши» и множество других французских комедий и не только. Что касается фильма «Бум», то Владимир как-то на Trident Studio познакомился с молодым певцом Ричардом Сандерсоном, который к тому моменту уже выпустил свой первый альбом. Что-то, похоже, зацепило композитора, и он пригласил его на исполнение заглавной темы для фильма – баллады реалити. Кстати, мало кто знает, автором текста указан Джефф Джордан, а это псевдоним Владимира Косма. Стоит отметить, что сначала предложение было сделано французскому певцу Жильберу Монтанье, но тот отказался. Он хотел петь только свои песни своего авторства. Вместе с фильмом росла популярность этой легкой и романтичной баллады. Ричард Сандерсон выпускает сингл, который моментально покоряет хит-парады ФРГ в Швейцарии, Италии, Франции, Австрии, занимает 11-е место в Японии. Баллада нашла своего слушателя также в Южной Корее, Филиппинах и Гонконге. Эта композиция стала самым большим успехом в творчестве британского певца. Сингл был переиздан в 1987 году и какое-то время еще мелькал в чартах. После этого музыкальная карьера Сандерсона пошла на спад. В настоящий момент он преподает в консерватории в Париже. Что же касается кавер-версий, то в 1981 году песню на немецком языке исполнил Эрик Сильвестр. В 2009 году Владимир Косма и Ричард Сандерсон сделали новую версию песни. В ней присутствует оркестровый стиль вместо синтезаторов и заменено гитарное соло. Вокал Сандерсона для этой версии был перезаписан, за исключением первых куплетов. Редко бывает, когда кавер лучше, чем оригинал, но то, что сделал Скутер, заслуживает внимания. В 2011 году Скутер на своем 15-м студийном альбоме «Big Mash Up» представил трек «Dreams», в котором присутствуют сэмплы из реалити Владимира Косма. И вышло очень даже неплохо. Стоит отметить, в 1983 году за роль в «Буме 2» Софи Марсо получила высшую кинопремию Франции «Сезар» как самая многообещающая молодая актриса. Она стала первой награжденной. Ранее этой номинации у «Сезара» не было. Владимир Косма был номинирован на «Сезар» как лучший композитор. «Бум 2» принес Софи Марсо не только престижную награду, но и любовь. На съемках у нее завязался роман с Пьером Косо. Они стали считаться самой красивой парой в Франции. Поговаривают, что дело шло к свадьбе, но не сложилось. У нее характер, великая зрелость и много независимости. Рядом с ней я открыл для себя многие вещи, вспоминал Пьер Косо. Клод Пинато собирался снимать и третью часть «Бум 3», но неожиданно Софи Марсо отказалась сниматься. Она боялась застрять в одном образе хорошей девочки Вик Береттон. До этого она уже отказалась от 25 сценариев, представляющих собой различные вариации того же «Бума». Но Марсо все-таки еще раз встретилась со своими крестными Клодом Пинато, Франсуа Сменидре, Даниэль Томпсон и Владимиром Косма на съемочной площадке. В 1988 году вышел фильм «Студентка». Во Франции он не имел уже такого успеха, как «Бум», но в фильмографии Марсо, по мнению поклонников, считается одним из лучших. Кстати, «Бум» во Франции сейчас пользуется успехом и имеет культовый статус. Его иногда называют даже «манифестом поколения». Теперь это ностальгия по той старой доброй Франции, которой уже не будет. Советскому зрителю «Бум» показали только в 1990 году, через 10 лет после выхода. «Бумы» шли вместе со студенткой, в которой студентку, спортсменку, наконец, просто красавицу Софи Марсо озвучила другая студентка, спортсменка, комсомолка и просто красавица Наталья Варлей. Фильмы сразу полюбились зрителям. Подростки ходили на них по 10-20 раз. Впрочем, «Бум» стоит пересмотреть, несмотря на то, что с момента выхода на экран уже прошло более 40 лет. Несмотря на некоторую наивность, он и сейчас найдет своего зрителя. А песню из картины до сих пор транслирует на радиостанциях. И это настоящее реалити. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok